Итак, друзья, всех приветствую. Меня зовут Фарид Едулаев по прозвищу Фара. И сейчас мы будем читать. Фара все-таки больше крысеныш, чем порядочный. Не согласен с тобой. Вот как раз я порядочный, и за мной никогда крысиных движений не было. Запомни, крыса. Дальше. Ты тот король, у которого пять проигрышей подряд. Работай на стройке лучше, драться не твое. Ну, кстати, знаете, я могу, кстати, до сих пор где-то что-то нет и подработать на стройке. Реально, это не стрёмно. А по поводу пяти проигрышей подряд, ну, бывает со всеми. Ну, где-то закайфовал, где-то там загулял. Вернёмся сильнее. Так. Да кто тебя ждёт? Ты отработанный материал. Иди, купальник, покупай таблички. Между раундами уносишь. Задумайся над этим предложением. Фара. Любой школьник отметелит. Я не имею... А я, кстати, это читал. Прикинь, я уже попадался на это. Ну, если ты школьник, то я рад с тобой поработать, посотрудничать. Сложно в наше время найти человека, который не победил фару на ринге. Не понял вообще. Фара лошара толстая. Тело... Ой. Тело девственника, задрота, дочера, а не хер... На хера, пиздёс, только и так обосрался. Ну, срать хотел я тогда, чё. Ни характера, ни мозгов, одним словом, чему оголимая. Веном красаву на характере затащил. И это после таких жёстких поражений. Фара, всё, на помойку его или на съёмке. Ну, это я не буду говорить только и порно. Я хочу тебе сказать так. На самом деле, ну, красава то, что он это написал. Знаешь, такой осмелился, написал. Но если я тебя найду, я тебя в натуре накажу за эти слова. Так-то всё по факту. Кроме того, что я лошара, дотер. Нет, тогда я был толстый. У меня пузо валилось. Насчёт того, что на помойку я не согласен, потому что я вернусь и докажу тебе обратное существо. Ладно, я не хочу это читать. Слишком много пошлого тут. Если наше дело введёт обязательные анализы, наркотики, сможешь хоть что-то забрать без... Ну, блин, я не употребляю. Я вообще не наркоман, если так, пойдём. Если тебе лично, вот конкретно вот этому человеку интересно, свяжись, не знаю, где-то в комментариях. Напиши, что это ты, ты приедешь. Я лично при тебе сдам анализы. Если там не будет, то ты сядешь на бутылку? Вот у меня к тебе такой вопрос. Прям вот при всех сядешь, если там не будет этого. Дальше. Фарид красавчик, вышел на хорошую серию. Видим прогресс с каждым боем. Дайте бой ему с Джигурдой. Кстати, я бы подрался с Джигурдой, а чё нет? Ну, чисто, знаешь, ради прикола. Он так долго к этому шёл. Я бы не забывал ещё за Корнея, Мурада, Преснякова и Панина. С ними Фарид должен обязательно скрестнуться на лёгком бою. Знаешь, зато этот человек написал без оскорблений, без всего. Так что, ну, хоть за это тебе спасибо. Так, Фара говорит, что он скромный, а врать так открыто. Тоже он такой скромный. А где я врал? Уровень бокса у Фарида плюс-минус, как у Шведа. Ну, если ты долбишь и в глаза долбишь, то посмотри, где Швед, где я. С***а. Тут уже в натуре аж вспотел, понял, эмоции. Фаре пора палатку на ринге ставить с кровати для отдыха каждые 20 секунд. Не отрицаю этого тоже. Я бы полежал каждые 20 секунд, поотдыхал. Фара, респект, ни одной победы, только громкие слова и только поражение. А, только громкие слова и одни поражения, но тем самым пока что ни у одного бойца не получилось добиться таких результатов, как у меня. Так что, ребят, помолчали бы лучше. Фара, ты мешок с говном. Хуля, у тебя нет самого главного в боксе, какой ММА, отсутствие техники и дисциплины. Тобой правят только эмоции, они, как правило, не только в боксе, но и в жизни. Ни к чему хорошему не приводят, ты балабул одним словом. Так что, кури бамбук. Кури бамбук. Ну, начнем с того, что ММА я в него и не лез. Это просто так получилось, что я подрался один раз по ММА, но больше такой ошибки делать не буду. А так, Ромарио, пошел бы ты тоже. И вот и все. Спать от меня заставили.